И тут неожиданно выскочил поезд. Фраза из рассказов выживших. Почему водители транспортных средств халатно относятся к предупреждающему знаку. На одном из железнодорожных переездов с сотрудниками железной дороги и ГИБДД работали и журналисты республики. Ни знака, ни аншлага, ни барьеров. Не оборудованный переезд под Чебоксарами. Поезд здесь проходит редко, а участок все равно аварийный. Водители из Чебоксара в Новочбоксарск здесь экономят время в пути. Экономят едва ли не каждую секунду. Притормозить и посмотреть даже некогда. Последний инцидент меньше двух недель назад. Водитель автомобиля Нива почти все случайности не пострадал. Водитель вину свою осознает, объясняя тем, что невнимательно наблюдал за знаками при приближении к железнодорожному переезду. На этом данном железнодорожном переезде мы видим, что неоднократно водители нарушают правила дорожного движения, не останавливают пересигналом стоп, правила дорожного движения 2.5. Тем самым производим разъяснение порядка. За нарушение правил проезда железнодорожного переезда поднимают права. Поезд отнимет не ламинированную карточку, а жизнь. И это не останавливает, а заставляет придавить педаль газа. За три часа рейда три нарушителя. У каждого свое оправдание. Только прав здесь будет многотонный состав. При этом спорят с сотрудниками ГИБДД каждый из тех, кого остановили сегодня. Главный аргумент – поезда же нет. В этом случае на нет суд все-таки есть. Перед знаком 2.5 без остановки запрещено. Водитель обязан остановиться обязательно. Так как водитель не может оценить скорость поезда, приближающегося к данному участку. И также может просто-напросто не заметить. Без камеры инспектор дорожной службы признается. Ему никогда не понять такого пренебрежения к закону, от которого зависит жизнь. К слову, за неторможение машинистам пассажирских составов доплачивают. Татьяна Молокова, Екатерина Шиверова, Павел Ракитин. Республика.